Многие из нас любят кошек, и собака содержит их дома. Однако есть и такие люди, кто не выдерживает и минутной встречи с любыми животными, покрытыми шерстью. Одни едут в парк, чтобы насладиться ароматными цветами, а другие предпочитают пересидеть цветущую весну дома с закрытыми окнами. Попав под воздействие раздражителя, некоторые начинают чихать и кашлять. У них слезятся глаза и краснеет кожа. Почему же возникает аллергия? Наш организм способен защищать себя от вредных воздействий окружающей среды. Эту функцию берет на себя иммунитет. У всех без исключения людей в организме образуются специальные защитные белки. Их называют иммуноглобулины. Они разные, и для удобства ученые присвоили им буквенные индексы А, М, Г и Е. Последние, иммуноглобулины Е, как раз и участвуют в возникновении аллергических реакций. В обычной жизни их вырабатывается не слишком много. Но стоит аллергену-раздражителю попасть в организм, как количество иммуноглобулина Е в крови начинает резко расти. Аллергенов великое множество. Это домашняя пыль, бытовая химия, шерсть животных, пыльца, растений, плесень и многое другое. Иммуноглобулины Е можно сравнить со стражниками или полицейскими. Они бросаются на поиск чужаков, которыми в данном случае выступают аллергены и хватают их. Чаще всего люди даже не знают о том, что в их организме происходит такой процесс. Но бывает, что вырабатывается слишком много иммуноглобулинов Е. Вот тогда аллергия становится заметной из-за обилия неприятных симптомов. Увеличение числа иммуноглобулинов Е провоцирует выработку другого вещества – гистамина. А он, в свою очередь, заставляет сосуды расширяться, привлекая в них ещё дополнительную помощь. Это специальные белки, которые спешат уничтожить пойманные иммуноглобулины и аллергены. Расширение сосудов и воспалительный процесс – это и есть знакомые аллергикам неприятные симптомы. Заложенность носа, сильный насморк или ещё хуже – отёк к венке. Это состояние, когда слизистая настолько увеличивается, что закрывает дыхательные пути. Человек не может дышать, и если ему вовремя не оказать врачебную помощь, рискует погибнуть. У многих людей врождённая аллергия. Бывает, что это передаётся по наследству от родителей-аллергиков. Но аллергия может возникнуть и внезапно, без видимых поводов у людей, у которых в жизни не было ничего подобного. Причин тому много. Неправильный образ жизни, нездоровая пища и вредные привычки. Плохая экология. Чаще аллергиями страдают городские жители. Резкая смена климата при переезде или путешествии. Стрессы и переживания тоже провоцируют возникновение излишне активной иммунной реакции. Организм пытается понять, что с ним происходит. На помощь ему приходят всё те же иммуноглобулины. Они бросаются на поиски неизвестной угрозы, и вот вам аллергия. Как же бороться с этой болезнью? Пока единственно верный способ – оградить себя от контакта с аллергеном. Но это возможно не всегда. Например, в городе зацвели деревья. Придётся терпеть, пока всё не отсветёт. Впрочем, пережить неприятный период помогают специальные лекарства. Они называются антигистаминными. Их вещества работают против выработки именно того гистамина, который является виновником неприятных симптомов. Хотя глотать пачками таблетки не только неправильно, но и опасно. Ведь аллергия может быть всего лишь признаком более серьёзной проблемы. Например, заболеваний кишечника или бронхиальной астмы. Кроме широко распространённых аллергий на пыль, шерсть, продукты, пыльцу растений, есть и довольно экзотические. Например, аллергия на солнце. Некоторые люди не могут себе позволить отдохнуть на пляже. Как только они оказываются под прямыми солнечными лучами, начинается аллергическая реакция. Бывает аллергия на воду. Согласитесь, звучит удивительно. Ведь вода – основа всего живого на Земле. Но факт остаётся фактом. Есть люди, кожа которых при контакте с водой покрывается пятнами и зудит. А теперь приготовьтесь. Аллергия на людей. И это не шутка. К примеру, человеческий пот – это довольно сильный для некоторых аллерген. Аллергия на технический прогресс. Бывают люди покрываются сыпью после длительной работы за компьютером или разговора по мобильному. Учёные нашли этому объяснение. Все устройства являются источниками электромагнитных волн. Организм реагирует на это, но чаще всего незаметно для нас. Однако есть некоторое количество людей, которые суперчувствительны к этим волнам. Их беспокоит кашель, зуд и прочие неприятные симптомы. Кстати, микроволновая печь тоже враг для них. Аллергию не всегда можно вылечить, но можно смягчить её протекание, заботясь о себе. Первый шаг к победе – это здоровое питание и отказ от вредных привычек. Содержите дом в чистоте и не злоупотребляйте лекарствами. А ещё укрепляйте свой иммунитет. В этом поможет спорт, регулярные прогулки на свежем воздухе и хорошее настроение. Ищите способ радоваться всему и всегда. Продолжение следует...